так ну и сегодня хочется уже поговорить про конкретику уже выбран выбрали группу товаров лекарственные препараты и сегодня поговорим о маркировке лекарственных препаратов системе mdlp мониторинг движения лекарственных препаратов программа вебинара поднимем общий вопрос и общую информацию mdlp что на данный момент известно какой был порядок и прочее расскажу про упрощенный режим маркировки лекарств который сейчас введен и он ограничен сроками до 1 июля расскажу про порядок подключения к системе честного знака ну в принципе про думаю данный порядок уже практически всем известно извести но еще раз мы еще раз пройдемся по этому порядку 1к дальше по рассмотрим решение для автоматизации учета маркировки мы поговорим именно о программных продуктов 1с в каких отраслевых решениях данные данные возможности реализована и в рамках данной темы я на библиотеке интеграции mdlp покажу некоторые моменты как идет работа по 72 схеме окно начнем с общей информации коллеги мы в принципе все уже в курсе да что маркировка лекарственных препаратов началась с эксперимента по маркировке эксперимент проходил достаточно длительное время с 1 февраля 17 года по 31 декабря 19 года по итогам проведения эксперимента были выработаны нормативные документы отложены некоторые процессы и с 1 по 7 июля 19 года начали началась регистрация участников оборот оборотов системе честный знак вот в первую очередь маркировки лекарственных препаратов маркировка началась с заприном перечня препаратов лекарственных это высокозатратная нозология если не ошибаюсь он 12 наименований вот с 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка всех лекарственных препаратов и вовсю начался оборот именно маркированной продукции вот но в процессе ввода маркировки возникали иногда технические проблемы связанные с работы серверов честного знака практически большая часть участников до была не готова к переходу на обязательную маркировку связи с этим у многих возникали некоторые проблемы с тем что не могут за приходовый товар отразить в системе честного знака ну и соответственно продать товар не могут связи с этим было принято решение о том что продлить но и должны не то что продлить а все-таки разработать схему упрощенного режима по приемке лекарственных препаратов и данная схема будет работать именно до 1 июля 21 года теперь поговорим про упрощенный режим маркировки лекарственных препаратов в данном и в настоящее время действует упрощенный режим работы мдлп м просим си вторую схему кратко сейчас можно оприходовать товары не не дожидаясь подтверждения от поставщика и вот систему мдлп м схема 702 она доступна к каким компаниям компаниями имеющим фармацевтическую лицензию медицинскую лицензию и лицензию на производство ограничение по применению данной схемы схема не применяется для лекарственных препаратов группы высокозатратных нозологий схема оприходования не требует подтверждения об отгрузке со стороны отправителя в отношении операции оприходования не применима операция отмены а также операция от отзыва и отказа от приемки таким образом при необходимости проведения обратной логистики нужно повторно воспользоваться схемой 702 схема 702 не влияет на процессы прохождения таможенных процедур для операции 702 доступно автоматическое изъятие указанных с джетинов и ссс из групповой упаковки верхнего уровня кратко на схеме хочу вам представить краткую схему работы 702 схемы процесс начинается до с передачи сведений при регистрации об обороте передали информацию да вот у нас возникли пошли мы в сторону что вот данные переданы да и возникли ошибки при регистрации сведений об обороте соответственно по данной схеме можно увидеть каким образом можно воспользоваться схемой 702 ну данная схема она позволяет не дожидаться ответа подтверждение от поставщика о приемке лекарственных препаратов ну другими словами да вот получатель да вот получил коробку с лекарственными препаратами за заводят документы приемки сканируют все коды маркировки и соответственно создают документы и уведомления о приемке лекарственных препаратов отправляют это все в систему мдлп и сейчас не надо дожидаться подтверждения об от поставщика то есть обратная схема акцептования да она сейчас работает по упрощенной схеме ну вкратце про 702 схему сейчас обсудили порядок подключения к системе честного знака в принципе порядок тут достаточно стандартно получаем усиленную квалифицированную электронную подпись ее можно использовать от программы для сдачи электронной отчетности зарегистрироваться в честном знаке создать личный кабинет получить приобрести дополнительное оборудование зарегистрировать дополнительное оборудование для на медицинских учреждений требуется заказывать регистратор выбытия данным с помощью данного торгового оборудования можно отражать операцию по выводу из оборота лекарственного препарата для розничных точек да это для аптек нужно приобретать с во-первых ну должны приобретать а привести в порядок контрольно-кассовую технику при необходимости сменить фискальные накопители обновить драйверы и прочее также требуется для торговых компаний докупить торговое оборудование такое как сканер штрих-кодов чтобы можно было считывать коды при продаже при рекомендуется приобретать еще и терминал сбора данных для того чтобы упростить процесс приемки товаров чисто теоретически можно и сканером штрих-кодов ну этот процесс ну не очень удобен все таки если объемы достаточно большие то лучше использовать реминал сбора данных прошу обратить внимание да при подборе торгового оборудования обращать внимание на если вам требуется это подключить к программе 1с смотрите какое торговое оборудование совместимо потому что есть ряд торгового торгового оборудования которое ничего не совместим с программными продукциями 1с и вот тут могут возникнуть проблемы до либо разрабатывать драйверы обработки индивидуально под конкретное оборудование либо же ждать ждать когда эту работу выполнит разработчик этого программного обеспечения торгового оборудования так ну дополнительное оборудование мы докупили зарегистрировали которые требуются дальше нужно зарегистрировать ну при необходимости на мелкатурной позиции в основном это требуется для компаний которые занимаются дистрибьюции лекарственных препаратов и те компании которые занимаются производством но если у них все таки это уникальный лекарственный препарат да и его нигде нету то производители и импортеры должны будут эту информацию зарегистрировать но у своей номенклатурных позициях своих дальше дальше мы получаем коды маркировки из честного знака вот начальных остатков по товарам по лекарственным препаратам он сейчас не требуется требуется настроить свою учетную систему для обмена данными с честным знаком по обмену данными честным знаком да с мдлп здесь ситуация какая либо вы вручную это отражаете да и ведете так сказать двойной учет в личном кабинете мдлп и в своей учетной системе ну и соответственно для того чтобы обмениваться документами да вот подключаться к системе электронного документа оборота желательно но не обязательно вот но мы рекомендуем подключаться к системе электронного документа оборота в любом случае давайте поговорим о решениях для автоматизации учета маркировки на базе программных продуктов 1с библиотека интеграции мдлп она включена только в отраслевые программные продукты 1с в типовых программных продуктов таких как 1с бухгалтерия 1с управление торговли 1с розница данной библиотеки интеграции мдлп нету поэтому прошу обратить внимание да если у вас ну ваша компания занимается допустим оптовой торговлей до лекарственных препаратов и вы используете программный продукт управления торговлей то вам либо нужно будет переходить на отраслевое решение управления аптечной сетью либо же интегрировать в управление торговлей а библиотеку интеграции мдлп есть еще такие решения данным временное решение библиотеку интеграции мдлп развернуть как отдельную базу и только вот в этой отдельной базе проводить обмен данными с мдлп а эта база в свою очередь а библиотека интеграции нужно будет с ней настраивать синхронизацию данных со своей учетной системой я прекрасно понимаю что многие компании вот уже используют может быть там взяли за основу типовые типовое решение от 1с и вот и работали до под себя и связи с вводом обязательно маркировки лекарственных препаратов не внедрять новую учетную систему в принципе в перспективе конечно рекомендуется чтобы это все было в одной системе меньше обменов между учетными системами плюс к этому сами понимаете внедрение любого нового учетного программного продукта 1с но дает только выгоды ну и самое главное поставить цели для чего вам это все нужно потому что старые кастомизированные решения не возможно да вот несколько лет они назад были актуальны сейчас рынок немножко работать по-другому ну возможно требуется интеграции с веб-сервисами с различными мобильными приложениями поэтому с какой-то периодичностью внедрять новый программный продукт я все-таки рекомендую вот так давайте просто мы пробежимся да какие решения вообще бывают и для каких участников оборота ну универсальное решение библиотека интеграции мдлп подходит любым компаниям производителям импортером экспортером оптовикам розничным розницы аптеки также для медицинских учреждений это все подходит для медицинских учреждений для бюджетных в том числе и коммерческих решение 11 медицина больничная аптека преимущество данного решения в чем в том что можно она есть возможность в этом программном продукте отражать вывод из оборота лекарственного препарата с помощью регистратора выпытия и есть также возможность продавать лекарственные препараты которые они не не выписываются дополнительно вот при поликлинике либо при больнице существует вот аптека и какие-то лекарства удаются под по рецептам какие-то за дополнительную денежку больничная аптека как раз поддерживают обе схемы 1с розницы аптека предназначена сами понимаете для для аптечных участников здесь можно спак в этой программном в этом программном продукте можно спокойно отражать вывод из оборота с помощью контрольной кассовой техники то есть принимаете товары сама система позволяет отражать операцию приемки товара и по розничной продаже фармацевт либо провизор сканируют код маркировки и соответственно пробивает чеки один из управления аптечной сетью данное решение было разработано для компаний которые занимаются оптовыми продажами в том числе система очень хорошо подходит оптичным сетям вот данное решение сделано на базе управления торговлей так что здесь поддерживаются такие операции как перемещение товаров между складами склады это могут быть склады могут быть настроены как аптечная сеть то есть ну допустим где-то там 30-40 аптек в одной сети каждую точку мы отражаем как отдельный склад ну и соответственно сразу же видим на какой точке у нас какие товары имеются при этом данная система уже включил в данной системе включена уже библиотека интеграции mdlp то есть мы регистрируем каждую аптеку в библиотеке в самой системе mdlp и заполняем это все в самой программе 1с вот функционал управления торговлей он позволяет вести управленческий учет и выдавать довольно таки глубокую аналитику вот но все зависит от того насколько насколько полно отражена информация о деятельности компании можно же ведь учет вести такой достаточно поверхностно отражать только документы поступления и документы на реализации но отражать такие вещи как там предварительные заказы поставщикам анализ цен поставщиков данным функционалом к сожалению или может быть частью до пользуются пока что еще не все но многие принципе заинтересованы в использовании такого функционала так чаще всего для производителей лекарственных препаратов и для дистрибьюторов чаще всего проблему у них следующего характера так как производители являются до довольно таки крупными компаниями и у них чаще всего производственные процессы уже автоматизированы и учитывая производственный учет уже построить поставлен за основу взятые уже какие-то типовые решения 1с на и чаще всего на практике встречается 1с управление производственным предприятием очень хорошая система по отражению именно производственных процессов и внедрять внедряется упп тоже не так быстро не так так сказать дешево да и вот так вот быстренько перейти с 1с упп на на какую-нибудь систему там 1с ерпи но сами понимаете что довольно таки дорогостоящий процесс болезненный процесс для участников но для некоторых пользователей но очень неприятным процессом может оказаться но и в процессе внедрения любой системы даму может возникнуть еще саботаж со стороны пользователей вот и в к сожалению да или может быть тоже к счастью библиотека интеграции в упп ну очень сложно встраивается да и многие компании пришли к выводу да что нужно пока что временное решение разворачивать отдельно библиотеку интеграции мдлп и настраивать синхронизацию создают со своей товарно-производственной учетной системой ну это такие вот схемы работы бывают ну вот что хотел сказать библиотека интеграции мдлп это универсальный программный продукт все отраслевые решения они построены на базе этой библиотеки взята за основу взята за основу типовое решение 1с управлять торговли либо розницы и добавили интеграцию мдлп но также дополнительный функционал по по обороту лекарственных препаратов так сейчас хотелось бы пробежаться по некоторым бизнес-процессом на отдельной базе библиотека интеграции мдлп я как раз ее отдельно развернул сейчас продемонстрируем общие некоторые моменты так перед вами демо базы библиотека системы маркировки мдлп а здесь программный продукт он очень простой здесь мало ну довольно таки мало объектов здесь вот именно те объекты которые требуются для интеграции мдлп давайте начнем по порядку да в первую очередь нужно начать с настроек настроек справочников выбираем версию схемы обмена для формирования уведомлений в данный момент использую схему 1.36 указываем адрес api ну в данный момент у меня указано тестовая система мдлп песочница до конца еще не настроена ну так как это демо-версия но некоторые основные моменты мог можно будет здесь посмотреть дальше самый главный и важный справочник в библиотека интеграции мдлп это организации мдлп мы сейчас посмотрим какие данные нужно будет заносить во-первых наименование организации регистрационный номер участника и ннн кпп угрн ну и соответственно галочка собственная организация переходим дальше по вкладкам в стать деятельности здесь мы создаем места осуществления деятельности это может быть складские помещения могут быть место осуществления деятельности ну два типа потом мы создаем еще рабочие места мдлп в этом рабочем месте мы еще указываем мы прописываем торговое оборудование которое может пользоваться данный пользователь данные об организации внесены вся информация необходимая она вы ее можете найти в личном кабинете честного знака но после того как вы будете там зарегистрированы ну и соответственно потребуется только заполнить эти данные самой системе организацию заполнили дальше так по номенклатурным позициям можно сразу же начать с номенклатуры в данном примере у нас используется дротаверин код он автоматом проставляется наименование мы проставляем джетин заполняется единицы измерения упаковка заполняется для демо примера введены серии номенклатура но со сроками годности прошу обратить внимание что сроки тут довольно таки старые да потому что демо базы с устаревшими немножко данные на начальной странице мы вот видим основной функционал работы с mdlp настройка настройки соответствия субъектов обращения в данном примере в данном справочнике мы видим организации и контрагенты контрагенты это могут быть поставщики в нашем случае заведен поставщик и организация а также могут быть покупатели еще так давайте наверно начнем ну по крайней мере посмотрим какие какой функционал используются для различных участников во первых для производственных компаний выпуск готовой продукции сейчас я создавать документ не буду мы сейчас с вами разберем реквизитный состав заполняемой информации во первых мы указываем организацию нашу место деятельности вводим 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 информацию под документом допустим сертификат соответствие будет выполняем данными и переходим на вкладку товара для участников оборота можно грузить данные из тсд из терминала сбора данных достаточно удобная вещь нажимаете кнопку и вас все позиции сюда проставляются так ну сами прекрасно понимаете если у нас достаточно большие обороты очень много позиций руками мы замучаемся добавлять эту информацию поэтому есть большие обороты рекомендую используя торговое оборудование но для примера мы занесем на час для примера заполню заполнили информацию и также можно еще заполнить информацию по транспортным упаковкам но если у нас участник оборота зарегистрирован системе гс-1 рус выполняется вся информация записывается и проводится при подключении к системе частного знака вы можете увидеть протокол обмена и соответственно увидеть прошло уведомление о выпуске или не прошло сохранить изменения я не буду так ну и также еще есть функционал по отправке уведомлений о завершении этапа окончательной упаковки уведомление о завершении этапа поддерживается только при загрузке информации из суза и станции управления заказами ну то есть данный процесс он автоматизирован так дальше для компаний которые занимаются оптовыми оптовой и ротичной продажей у них есть операции по приемке товаров приемка товаров общая данная операция принципе многих многими участниками поддерживается это медицинскими учреждениями аптеками оптовыми компаниями в данном примере уведомление открыли приемка товаров мы создаем уведомление о приемке лекарственных препаратов заполняется информация здесь мы не вводим основания потому что мы сейчас поговорим именно об обратной схеме акцептования то есть к нам пришел товар в честном знаке информации нету да мы хотим в честный знак в систему МДЛП отправить данные по факту что мы приняли себе на баланс такие-то лекарственные средства отражаем операцию поступления организацию заполняем идентификатор он автоматом заполняется когда мы ставим организацию место деятельности так ну здесь груз отправить или не указан давайте добавим источник финансирования тоже заполним так ну источник финансирования в записанном документе я поменять не могу но здесь прописывается какой-либо контракт либо это госконтракт или договор купли-продажи здесь указывается номер этого контракта схема акцептования здесь указан прямой порядок ну при создании при работе 72 схеме здесь схема акцептования будет именно обратный порядок ответственный пользователь здесь тоже проставляется мы переходим на вкладку состав и видим здесь позитом товарной позиции лекарственные препараты указаны серия 1 и также количество цены все это заполнено номер серии джетины и сроки годности также мы можем по товару по каждому товару посмотреть какие кизы принадлежат той или иной позиции в данном примере в демо примере у нас не транспортной упаковки но если тут позиции достаточно много будет а то можно будет использовать именно транспортной упаковки таким образом мы проверяем поступившие товары если данные марки имеются в системе мтлп вам приходят подтверждение и статус принято из мтлп вы подтверждаете получение вот и теперь не надо ждать подтверждение от поставщика о том что данные лекарственные препараты он вам отправлял если мы посмотрим на смотрите я сейчас в прошлый раз перезаполни некоторые данные сейчас вот не перезаполнял по каждому уведомлению мы можем посмотреть протокол обмена уведомление об отгрузке лекарственных препаратов со склада продавца она ушло запрос информации могут два раза сделали не не получили подтверждение от продавца нашего да и соответственно у нас мы за застыли на одной операции на этапе регистрации подтверждения акцептования сведений ну то есть давайте сейчас я создам документы красот пробежимся по заполнению данных организация место деятельности тип договора купли-продажи источник финансирования допустим собственные средства номер контракта администратор здесь указан обратный порядок акцептования на вкладке состав мы соответственно либо стремного сбора данных все это загружаем либо руками все-таки рекомендую использовать торговое оборудование но при создании нового документа здесь вот схема акцептования будет указан как обратному обратный порядок сохранить не буду так мы уведомили уведомили о приемке товаров теперь нам нужно эти товары оприходовать ну то есть отправить уведомление об оприходовании в данном документе мы заполняем все те же самые реквизиты организацию наименование операции место деятельности информацию о нашем поставщике информацию по нашему договору на вкладке состав перечислены лекарственные препараты который мы приходим себе после того как мы получили подтверждение о том что сведения об приходовании прошли то мы уже можем продавать данный товар в розницу либо оптом ну то сейчас не надо дожидаться информации о том чтобы второй участник оборота подтвердил эту операцию достаточно того что один участник оборота информируют мдлп о том что он принял такие-то такие-то лекарственные препараты ну давайте заодно еще посмотрим как как происходит уведомление подгрузки лекарственных препаратов ну для участников оптовиков лекарственных препаратов здесь мы видим примерно такую же схему да то есть заполняем те же самые реквизиты указываем операцию уже не покупка приобретение до продажи указываем от какой организации мы это продаем по реквизит этого документа тип договора ну и соответственно информацию о нашем покупателе на вкладке состав перечислены в данном примере у нас одна позиция номенклатуры ну в данном случае у нас еще и есть транспортная упаковка в данном примере мы тут видим на по протоколу обмена что регистрация сведения подгрузки картина препарата со склада продавца версии 1 прошло теперь нет пока что уведомление о подтверждении сведений то есть если в данном случае да вот мы продаем товар мы указываем схему акцептования прямого по прямому порядку потому что обратный порядок может вести только покупатель давайте пробежимся по остальному функционалу библиотеки mdlp здесь мы видим да может есть документ журнал документов уведомления владельца об оприходовании то есть если мы поставщик мы можем видеть подтверждение наших покупателях об оприходовании складские операции как этим мы можем отражать это выдача для оказания медпомощи то есть передача из больничной аптеки для конкретного отделения да там может быть там для скорой помощи для конкретного отделения поликлиники либо больница перемещение между местами деятельности перемещение между местами деятельности в рамках гло передачи на уничтожение уничтожение выпытия по прочим причинам агрегирование трансформации упаковок повторный вот в оборот практически все на весь функционал все операции которые может которые касаются именно складского учета здесь не перечислены функционал по продажам розничные продажи они отражаются с помощью контроля кассовой техники это обычно обычный чек с qr-кодом что тут еще добавить в самой системе это будут после закрытия кассовой смены тут будут отражены отчеты о розничных продажах именно за кассовую смену отпуск по льготным рецептам данный функционал он нужен именно для медицинских учреждений чтобы вывести из оборота лекарственный лекарственный препарат с помощью торгового оборудования регистратор выбытия выглядит документ следующим образом основание отпуск по льготному рецепту можно посмотреть от какой организации номер льготного рецепта с какого склада и кто ответственный тут перечисляются номенкатурные позиции и номера этих упаковок заполняется номер дата организация место деятельности рецепт серия здесь еще галочка должна должна быть проставлена использовать регистратор выбытия ну и здесь соответственно мы должны еще серии проверить но все эти серии и проставить в данном примере к сожалению да вот разработчики 11 не позаботились с тем чтобы заполнить серии и по каждому документу мы видим статуса статуса передано черновик ну довольно таки удобный функционал есть еще документы к оформлению то что у нас еще но те документы которые у нас еще идут не оформлено когда цепочка документов с уведомлениями пройдет и будет получена квитанция получен положительный ответ от системы честного знака мдлп тогда у нас данный документ будет со статусом оформлено когда вот нажать передать данные в данном примере некоторые данные не заполнены поэтому мы тут останавливаться не будем прошу прощения да в на демо версии меня нет они электронной цифровой подписи не крипто провайдера поэтому он сейчас ругается выдает такие ошибки вот когда в системе все настроено все заполнено то сверх остатков мдлп но она достаточно полезным будет здесь можно будет заполнить по данным мдлп ну просит так называемую инвентаризацию так коллеги прошу прощения но давайте сейчас пока программа один из видна да вот просто пробежимся по функционалу программы а настройки справочники в библиотеке мдлп они указаны заполняем организацию мдлп ставим что промышленная система настраиваем соответствии субъектов обращения зону таможенного контроля мдлп ну для тех участников кому это требуется ну а дальше уже смотрим информацию по по отгрузкам приемкам ну так сказать по тем хозяйственным операциям до которые требуются каждому участнику оборота для по закупкам закупки в принципе практически у каждого практически у каждого участника оборота могут быть она кроме производителя функционал по складским операциям по продажам ну тут по продажам да либо отгрузка товаров функционал ну не знаю почему разработчики фирмы 1с да именно в этой библиотеке отгрузку товаров приравняли к разделу закупок по продажам на это розничные продажи и вывод из оборота отпуск по льготным рецептам с помощью регистратора выбытия для импорта экспорта тут указан перечень документов и операции которые можно оформить и отразить в системе учетного учетной системы мдлп так коллеги на данном на данном этапе хочу перейти последней части нашего вебинара это ответы на вопросы коллеги все ли было понятно может быть какие то вопросы по самому по ходу вебинара возникли а может быть у вас есть какие-то интересные случаи интересные ситуации до которые можем сейчас обсудить можем смогу ответить на какие-то вопросы может быть где-то контактами обменяемся да и переведем наше общение но перейдем наше общение уже так сказать в личку так участник 12 по демо базе чем отличается приемка от оприходования давайте сейчас включу демонстрацию экрана приемка от оприходования смотрите приемка товаров да мы одна отражаем такую операцию как получение лекарств товаров до лекарственных препаратов из системы мдлп оприходования товара мы в данной операции отражаем о том что мы приняли данный товар и на такой-то конкретной точке торговой точки зарегистрированного мдлп находится этот товар после такого уведомления мы смело можем считать что товар принадлежит нам и мы можем его уже продавать но списывать выводить из оборота или передавать дальше по цепочке по цепочке оборотов лекарственных препаратов но если мы автовики надеюсь в полном объеме ответил на ваш вопрос то есть сначала но схема работать тем образом сначала приемка потом мы уже уведомляем мдлп о том что теперь этот товар наш мы соответственно можем этот этим товаром распоряжаться как как нам вздумается вывести из оборота с помощью регистратора вы бытия или которыми кассовой техники продать с помощью отгрузки да и так далее коллеги хочется все-таки получить обратную связь какие проблемы при работе с мдлп возникают и как вы справляетесь с такими ситуациями либо с помощью компании которые вас сопровождают может быть свои свои но своя идти служба имеется которая занимается этими вопросами на самом деле вопросов достаточно много да вот возникает при работе с мдлп но не таки довольно таки частные и последнее время почему-то ну чаще всего приходится из-за того что на сервере там честного знака какие-то проблемы возникают и связи с этим получается некоторые проблемы ошибки он допустим вам сервер долго не отвечает и мы получаем определенную ошибку так коллеги если у вас вопросов нету тогда спасибо вам большое за внимание если есть вопросы или может пожелание до пишите нам пожалуйста на почту адрес указан перед вами соответственно будем рады пообщаться до обсудить некоторые моменты ну возможно найдем какие-нибудь точки соприкосновения и может быть удастся посотрудничать все коллеги спасибо большое всем удачного дня и хорошей рабочей недели